10.00 столица Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. И вот главная тема выпуска. Зима не отпускает. В большинстве областей страны остаются закрытыми трассы. Спасатели эвакуируют оказавшихся в снежном плену. Еще немного, еще чуть-чуть в ВОЗ назвали сроки завершения пандемии коронавируса. Будет ли жизнь на планете прежней? Знаменитый гольфист Тайгер Вудс попал в жуткую аварию. Его машина перевернулась. Спортсмен получил множественные травмы ног. Обо всем подробно прямо сейчас. Ну а мы продолжаем следить за ситуацией в регионах, охваченных непогодой. Наиболее сложная обстановка сейчас в североказахстанской области. Там за сутки снежного плена было вызвано больше 50 автомобилей. Спасено около 100 человек. Из-за сильного Бурана оперативные службы работают, ну прямо в авральном режиме. О ситуации к этому часу расскажет Нургуль Ахметова. Она с нами на связи. Итак, Нургуль, если вы слышите, вы в эфире. Здравствуйте. Мы сейчас находимся на выезде из Петропавловка. Отсюда пропускают машины только к ближайшему поселку Аулу-Бесколь. Дальше уже дежурят полицейские, поскольку из-за сильного Бурана в регионе по-прежнему закрыто движение по всем направлениям. Оперативные службы работают в авральном режиме. За прошедшие сутки из снежных заносов было вызвали на больше 50 автомобилей. Также были спасены около 100 человек и еще больше 160 жителей эвакуировали с трассы, разместили в пунктах обогрева, то есть это в сельских школах, придорожных кафе. Статистика происшествий меняется очень быстро. И сейчас более подробно об этом мы поговорим с заместителем начальника департамента ПЧС Муратом Кангужиновым. Мурат Сервисович, расскажите, вот насколько я знаю, вчера и сегодня вот велись поиски людей, да, расскажите об этом подробнее. Кого нашли, кого еще ищут? 23 февраля на территории области сложилась сложная оперативная обстановка. Пропало 5 людей в районах. Это три района. Исильский район, Таинжинский район и Акаинский район. По состоянию на 9 часов 24 февраля трое человек найдены. Это один из них подросток 2003 года в Исильском районе. В 11 часов выехал на лошади и не было от него вестей. В час 29 он был обнаружен сотрудниками полиции совместно с местноисполнительными органами. Доставлен домой, господинство не нуждается. Кроме того, у нас был обнаружен один человек в Акаинском районе в трех километрах от села Ласовка, который также на лошади выехал в Буран. Соответственно, он был найден, также без причинения ущерба здоровью. И у нас вчера в Таинжинском районе, в районе села Сугурбай, в 8 утра пастух выехал за табуном. Соответственно, связь пропала. В поисках принимали участие сотрудники департамента ПЧС, сотрудники полиции, местных исполнительных органов. Из-за плохой видимости поиски продолжались довольно продолжительное время. И получается, сегодня 8.45, погода немного стихла, и он самостоятельно на лошади добрался до дома. Но с ним связь поддерживалась, он объяснил свое местоположение, что находился в Камышах, в одном из водоемов недалеко от села. Сейчас у нас продолжаются также поиски двух пастухов, которые пропали в районе села Мандельдинского, Есильского района. Связь с ними не имеется, они находятся в одном из лесов, недалеко от населенного пункта, но в связи с плохими метеорологическими условиями абсолютно нет никакой видимости. Пока до них добраться не можем, но опять же, с нашими сотрудниками, с ними поддерживается связь, они примерно известны, их местоположение. Сейчас там работает инженерная техника, снегочислилая техника, именно по извлечению их из данного леса, где они находятся. Хорошо, понятно. Теперь скажите, утром мы передавали информацию о том, что в нескольких километрах от села Киалы люди тоже остались на полпути, их собирались эвакуировать на поезде. Чем в итоге вот эта история завершилась? Также еще вчера буквально с 12 часов, не доезжая 5 километров до села Тиалы Каинского района, в Снежном Заторе оказалось 4 единицы автотехники, микроавтобусы, где находилось порядка 50 человек. Дорожное сообщение было также, была плохая видимость, дорожное сообщение было прервано. Выехали работать дорожные службы и местные исполнительные органы, сотрудники ПЧС проводились работы, но опять в связи с плохой видимостью, вернее ее отсутствием, долго не удавалось к ним добраться. Связь с ними поддерживалась через телефон, как у нас был развернут оперативный штаб, в кризисном центре департамента, где вошли сотрудники департамента ПЧС, полиции. В итоге, да, была достигнута договоренность, что недалеко от них проходила, по их информации, железная дорога, и в 80-х должен был забрать пассажирский состав в сообщение в Санкт-Петропавловск. Но буквально за полчаса до прибытия данного поезда все-таки дорожная техника пробилась к ним, расчистила дорогу, и они, соответственно, продолжили движение в село Тиалы. Еще один вопрос, вот что с электричеством в селах? Там десятки сел сейчас без света сидят, да? Да, у нас получается в 9 районах, порядка 18 населенных пунктов осталось без света, это более 4000 абонентов. Это вызвано большим шхвальным порывистым ветром, а также осложнением метеорологических условий. По горячим следам у нас был свет восстановлен в трех населенных пунктах, это более 700 абонентов. Остальные работы уже с утра сегодня начаты, и в течение дня будут продолжены по устранению данных последствий. Спасибо. И я добавлю, что по сведениям полиции, которые вот буквально недавно нам поступили, сейчас на республиканских трассах остались больше 130 автомобилей, то есть в большинстве случаев людей эвакуировали, но некоторые дальнобойщики предпочли остаться в своих автомобилях. Также по информации КАЗ Гидромета за прошедшие сутки выпала месячная норма осадков, то есть сложная обстановка сложилась и в Петропавловске, там пешеходам сейчас приходится ходить по проезжей части, потому что тротуары заметены, коммунальная техника не успевает. И также нам поступает информация из разных сел, что люди с утра попросту не могут выбраться из собственных домов, потому что вот до такой степени замело дворы, и вот вообще все. В общем, обстановка очень сложная, и спасатели, полиция, в общем, все просят, не выезжайте без особой необходимости, да вообще не выезжайте сейчас на трассы, трассы все закрыты. У меня на этом все. Спасибо, Нургуль Ахметова нас информирует о ситуации, вообще что происходит в Северокадахстанской области. Мы тем временем продолжаем следить за погодой и об обстановке на дорогах страны. Между тем, более 70 человек спасли минувшей ночью из снежных заносов на трассах соседней Акмолинской области, их разместили в пунктах обогрева. Скорость ветра местами достигала 28 метров в секунду. Из-за непогоды в регионе закрыто движение на 57 участках республиканских и областных дорог. Снегом занесло участки Кокшетау-Адбасара, Екатеринбург-Алматы, Нур-Султан, Петропавловск. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки улучшения погодных условий не ожидается. Снег и метель ожидаются сегодня на большей территории Казахстана. Всего в восьми областях закрыты трассы. По направлениям Ватбасар и Экибастус закрыт выезд из столицы. Видимость на дорогах нулевая. В снежных заносах застревают даже внедорожники. Вот так. Одного из водителей вытаскивали накануне поздним вечером в Акмолинской области. В МЧС просят казахстанцев пока воздержаться от дальних поездок или воспользоваться железнодорожным транспортом. Неизвестный совершил убийство в Экибастузе посреди белого дня. Выстрел прогремел в жилом дворе на глазах у прохожих. Среди них пострадавших нет. Преступника разыскивает полиция. В Атераусской области задержали иностранца с крупной партией марихуаны. Зелье наркодилер перевозил в дорожных сумках. Подробности в хронике происшествий. Выстрелом в голову убит мужчина в Экибастузе. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. Неизвестный произвел выстрел во дворе жилых домов и скрылся. Потерпевший скончался на месте. Свидетелями преступления стали несколько прохожих. Никто из них не пострадал. Полиция разыскивала. Иностранец с крупной партией наркотиков задержан в октубе. Гражданина Кыргызстана полицейские остановили на трассе Самара-Шимкент. 22 килограмма марихуаны житель Бишкека перевозил в салоне машины в двух дорожных сумках. Начато досудебное расследование. Наркодилеру грозит от трех до семи лет лишения свободы. Автобус протаранил легковушку. В Аксу ДТП произошло из-за неисправности в общественном транспорте. Заклинило коробку передач. От очередной остановки автобус с пассажирами поехал задом. Там по пути следования протащил легковой автомобиль, находившийся на проезжей части. В салонах транспортных средств находились пять человек. Никто из них не пострадал. Браконьера задержала водная полиция. В Атараусской области 300 килограммов незаконно выловленного сазана перевозил на служебном автомобиле водитель начальника инспекции, которая занимается охраной животного мира. Автомобиль поставлен на арест. Возбуждено уголовное дело. С начала ледостава на реке Урал и на Каспийском море сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято у браконьеров одна тонна 712 килограммов рыбочистиковых пород, а также 20 мотоциклов и две автомашины. В отношении нарушителей проводятся досудебные расследования. Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс попал в аварию. Его машина перевернулась на одной из трасс Лос-Анджелеса. От передней части автомобиля практически ничего не осталось. Сам же спортсмен получил множественные травмы ног. Приехавшие на место ДТП спасатели обнаружили Вудса в сознании. Им пришлось разрезать искореженное авто, чтобы вытащить его и отвезти в больницу. Причина случившегося сейчас устанавливается. Мистер Вудс не осознавал свои травмы, когда мы приехали, что нечасто бывает в случаях ДТП. Многие люди пребывают в шоке. Этот конкретный участок дороги – одна из наших проблемных точек. Очень часто здесь происходят аварии из-за того, что неосознанно превышают скорость. То, что он был пристегнут ремнем безопасности, я бы сказал, значительно увеличило его шансы на спасение. 45-летний Тайгер Вудс – многократный победитель спортивных турниров. И первая клюшка мира. В 2017 году он был арестован по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Тогда гольфиста обнаружили спящим за рулем своей машины. В Техасе фура врезалась в грузовой поезд. В результате столкновения загорелись пять цистерн с бензином. После чего произошел взрыв. Место происшествия окутал едкий темный дым, заметный за несколько километров. Обошлось без жертв. Чудом выжили машинист поезда и водитель фуры. Жителей близлежащих домов эвакуировали в безопасное место. Пандемия может закончиться в начале следующего года. Об этом заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он подчеркнул, самое худшее уже позади. Сегодня миру известно о вирусе намного больше, чем в начале пандемии. По мнению Клюге, несмотря на то, что инфекция продолжит распространяться, дальнейших ограничений можно будет не вводить. Однако точно определить исход событий пока невозможно. А новые мутации инфекции, по его мнению, это нормальный процесс, поскольку вирус пытается адаптироваться к человеку. А вакцины можно будет изменять в зависимости от появления различных штаммов, при этом не создавая их с нуля. Сейчас программа «Между строк», а далее продолжим. На Мюнхенской конференции по безопасности президент США Джо Байден предложил наполнить отношения с Европой новой жизнью. Как на эти слова отреагировали европейцы, рассказывает немецкое издание Welt. Участники много говорили о борьбе с пандемией, но главной темой стало восстановление трансатлантического сотрудничества. Джо Байден стал первым действующим президентом США за последние 58 лет, который принял участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает Welt. Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала объявление американского президента о том, что США вернутся в ряды участников международных соглашений, добавив, что в этом нет ничего хорошего, кроме того, что это будет сделано. Если коротко, то написать новую главу в трансатлантических отношениях, о которой высказалась Меркель, будет не так-то легко, тем более, что речь идет не только о США и Германии. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за новую для НАТО повестку в вопросах проблем безопасности и высказался за диалог с Россией. Издание подводит итог. В своих представлениях о дальнейших перспективах Ангела Меркель была сдержана, а Эммануэль Макрон продемонстрировал близость к Джо Байдену. Как обмануть мозг и накопить деньги? Советы дает датский психолог и предприниматель Пелли Гульборг Хансен. Его рекомендации публикуют издание «Даггинс Ньюхетер». Откладывать деньги на долгосрочную перспективу может быть нелегко, но зная, как работает мозг, можно придумать уловки, чтобы обмануть его. Тогда копить автоматически станет проще, рассказывает Хансен. Исследования показывают, те, кому удается копить лучше других, ставят себе конкретные цели. Психолог предлагает три главных правила, которые помогут перехитрить мозг. Первое – создавайте ментальные счета. Сформулируйте конкретную цель накоплений и признайте деньги, которые откладываете на нее, неприкосновенными. Отличный прием – называть счета, на которые переводите деньги по типам целей. Пенсия в 60 лет, отпуск мечты в 2030 году. Сберегательные счета можно называть как угодно. Также специалист рекомендует думать об откладывании денег, словно о подписке на стриминговый сервис. Пусть каждый месяц с вашего счета автоматически снимается та или иная сумма и переводится на счет для накоплений. Мозг в этом случае думает, будто у вас никогда и не было этих денег, так что вам их не жаль. И третье правило – следите за переменами в жизни. Желание обзавестись новой привычкой, например, начать откладывать деньги, усиливается, когда в жизни происходят перемены, скажем, переезд или переход на новую работу. Но можно начать копить и в связи с переменами поменьше. Например, вернувшись домой из отпуска, отметив очередной день рождения или просто с начала месяца. О самых удивительных лесах мира рассказал читателям немецкий журнал «Гео». Здесь и секвой великаны, и редкие баобабы, и танцующие деревья, и растения, знавшие динозавров. Каждый такой лес – поистине мировое наследие. Первый в списке издания – парк Джедедая Смит Редвудс в американской Калифорнии. Посетителям этого леса может показаться, будто они попали в прошлое. Здесь растут огромные секвой высотой более 90 метров и обхватом ствола свыше 20 метров. Издание продолжает. В японском лесу Сагана бамбук растет сплошной стеной. Через плотные кроны пробиваются лишь отдельные лучи солнца. Они создают идеальный свет для фотографов, которые съезжаются в Сагана со всего мира. Халербосс в Бельгии может показаться обычным смешанным лесом. Но если прийти сюда в апреле и мае, то откроется настоящее чудо. В это время землю покрывают тысячи цветущих колокольчиков. Они окрашивают весь лес в синий цвет. В лесу Вайпуа в Новой Зеландии растет самое большое в стране дерево каури. Почти 53 метра в высоту, более 4 метра в диаметре. Этому почтенному гиганту 1200 лет, и он все еще растет. Кривой лес в Польше удивляет посетителей соснами, которые изгибаются у самой земли, а потом резко взмывают вверх. Почему стволы приобрели такую причудливую форму, остается загадкой для ученых. Дождевой лес в американском штате Вашингтон – одно из самых дождливых мест Северной Америки. Из-за высокой влажности в лесу возникли уникальные флора и фауна. Не похож на другие леса и мангровый лес в Таиланде. Примерно в 34 километрах от города Краби в Таиланде расположен канал Клонг Сонг Нам. В канале соленая вода смешивается с пресной, а два типа лесов вдоль берегов, мангровые классически заболоченные, создают удивительную гармоничную экосистему, которой нет равных в мире. В рейтинг издания попали также один из крупнейших буковых лесов Германии – Национальный парк Келлервальд Эдерзе. Аллея Баубабов на Мадагаскаре. Возраст некоторых деревьев там достигает 800 лет. И, наконец, лес Дейнтри в Австралии. Это родина древнейших тропических лесов в мире. Например, здесь растут папоротники Замия, которые появились целых 600 миллионов лет назад. Впервые с января прошлого года на лондонской бирже цена марки Brent превысила 66 долларов. Стоимость нефти возвращается к докоронавирусному уровню. Увеличение стоимости произошло после договоренности ОПЕК+, снизить добычу в феврале-марте почти на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Подробнее в обзоре Камилы Тастанбековой. Спасибо, Растан. Только за прошедшие две недели нефть подорожала уже на 15 долларов. Сейчас расскажу подробнее об обзоре. Нефть марки Brent подорожает до 70 долларов за баррель. Такую цену Goldman Sachs прогнозирует во втором квартале этого года. В банке считают, что дефицит черного золота возникнет уже весной, поскольку спрос восстанавливается быстрее, чем предложение. Как передает агентство Reuters, ожидается, что мировая потребность топлива достигнет 100 миллионов баррелей в сутки к концу июля 2021 года. Повышение цен происходит на фоне снижения добычи в США из-за сильного похолодания. По прогнозам Goldman Sachs, погодные условия могут привести к глобальному дефициту топлива в этом месяце и сокращению добычи из-за повреждения инфраструктуры и несвоевременного завершения работ. Почти две тысячи сотрудников Азия-Авто, потерявших работу в Восточном Казахстане, будут трудоустроены. Об этом заявил Аким области Даниил Ахметов. Глава региона сообщил, что уже создан оперативный штаб, который должен решить проблемы по поиску работы для этих людей. В регионе подготовили список вакансий от ведущих компаний области, где могут принять сотрудников Азия-Авто. Автосборочные предприятия Алматы и Костаная в случае согласия на переезд уже готовы принять на работу около 200 человек. Напомню, что осенью прошлого года Министерство индустрии и инфраструктурного развития обвинило Азия-Авто в неисполнении обязательств по соглашению о промышленной сборке. Ведомство через суд потребовало от компании возместить государству почти 174 миллиарда тенге. В итоге руководство объявило, что 9 марта текущего года расторгнет трудовые договоры с тысячами сотрудников по всей стране. И к другим темам. Цифровые авиапаспорта для путешественников в следующем месяце планируют запустить ИАТА. В них будет содержаться информация о вакцинации от ковида. Для этого Международная ассоциация воздушного транспорта разрабатывает специальное приложение с защитными данными и передает Би-Би-Си. В декабре Сингапур Airlines стала первой авиакомпанией, тестирующей эту систему. К программе готовы присоединиться и другие воздушные перевозчики. Созданием паспортов вакцинации занимается не только ИАТА. В январе несколько технологических и медицинских компаний, включая Microsoft, проявили инициативу по разработке такой технологии. Создание электронного доллара рассматривают США. Об этом заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Он отметил, что для запуска цифровой валюты необходимо решить технические и регулятивные вопросы. Процесс должен пройти без негативных последствий для банковской системы. Также, по словам Джерома Пауэлла, нужно избежать факторов, которые могут сыграть дестабилизирующую роль. И в завершении официальный курс на сегодня. По данным Национального банка, доллар стоит 414 тенге 94 тина. Евро 504 тенге 3 тина. Рубль 5 тенге 59 тинов. Растан, к этому часу у меня пока все новости. Тебе слово. Ну вот уже и реальный, как говорится, актуальный бумажный доллар, который можно потрогать, становится неактуальным, раз зашла тема об электронном долларе. Спасибо. С нами была Камила Тоснабекова. Мы прервемся на короткую рекламу. И вот что будет после. Пришло время праздновать. Представители той индустрии Шимкента просят официально открыть банкетные залы. Иначе бизнес ждет полный крах. Предъявите документ. В Израиле начали выдавать привитым от коронавируса зеленые паспорта. Как это работает? Все подробности через несколько минут. Израиль начал выдавать своим гражданам привитым от коронавируса так называемые зеленые паспорта. Что это такое и какие преимущества дает этот документ, рассказывает Сергей Услендер. Вакцинация в Израиле идет невероятными темпами. Полностью, то есть двумя дозами привиты 33% граждан. В привитых группах, например, среди медиков и людей старше 60 почти нет заболевших. Как только стало ясно, что вакцина работает, государство приступило к раздаче зеленых паспортов. Вот это и есть мой пропуск в постковидный мир или так называемый зеленый паспорт. Здесь номер удостоверения личности, дата истечения срока годности, середина августа 2021 года и QR-код для быстрой проверки сканером. Главное преимущество такого документа заключается в том, что даже при прямом контакте с коронавирусным больным не нужно проходить обязательную двухнедельную изоляцию. Это первый раз за полгода, когда Борис посещает спортзал. Большую часть этого времени клуб был закрыт, но сейчас вовсю работает. Вход только по зеленому паспорту или по удостоверению привитого. Это примерно одно и то же. Записался на прививку, сходил в поликлинику. Сразу назначили две очереди на первую и на вторую с разницей в три недели. Спустя три недели нужно было подождать еще что-то около семи-восьми дней. И на сайте моей поликлиники появилась возможность скачать некий документ, который открывает мне нынче некоторые двери, кои закрыты для тех, кто прививаться не хочет. С зеленым паспортом можно посещать спортзалы, театры, концерты, жить в отелях. Правительство собирается расширить список таких заведений, но главные условия – они должны быть оснащены сканерами для проверки. Запущена кампания социальной рекламы. Там объясняют, какие преимущества дает зеленый паспорт. Но возникли проблемы при оформлении. Это можно сделать онлайн, на специальном сайте или по телефону. Тогда документ пришлют по электронной почте или на факс. Но из-за огромного числа вакцинированных сайты и телефонные линии перегружены. Да, есть проблемы с доступом к сайтам. Мы этого ожидали. Слишком большая нагрузка. Сейчас мы работаем над тем, чтобы увеличить пропускную способность системы и позволить всем привитым получить документ. Возникла и другая проблема. А что делать с теми, у кого паспорта нет? Это дети, люди с противопоказаниями, которые не могут привиться. Их права ограничены. Этот вопрос изучают юристы. Сергей Услендер, Хабар-24. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала призыв президента Франции Эммануэля Макрона пожертвовать 13 миллионов доз вакцин против коронавируса медицинскому персоналу в странах Африки. Об этом она заявила, выступая на видеоконференции Всемирной организации здравоохранения. Напомню, ранее президент ЮАР и глава Африканского союза обратились с просьбой к богатым странам пожертвовать 5% от имеющихся у них вакцин для нуждающихся государств. На прошлой неделе ЕС увеличил свой вклад в программу Ковакс на 2 миллиона 200 тысяч евро. Я поддерживаю предложение президента Макрона пожертвовать необходимое количество доз вакцин для вакцинации медицинских работников в Африке. Вакцины как можно скорее должны добраться до всех уголков планеты. И поэтому я полностью супер. Макрона распустили по домам, а хозяйка заведения Шулпану Мурзакова подсчитывает убытки. В Шемкенте у многих владельцев Тойханы есть большие кредиты, ведь надеялись на дальнейшую работу. Многие повара, официанты, другие сотрудники без работы остались, дома сидят. Уставшие жить в ожидании без денег, представители той индустрии обратились в региональную палату предпринимателей. Ежемесячно каждая Тойхана, каждый зал торжеств несет убытки в размере от 1 до 3,5 миллионов тенге. На сегодняшний день мы проводим анализ деятельности вообще по всей республике Казахстан, как на сегодня могут работать данный вид сферы, как можно будет преобразовать эти залы торжеств, скажем, в иные объекты общественного питания. В Шемкенте сейчас порядка сотни залов торжеств. Они либо выставлены на продажу, либо пустуют. А ведь до пандемии в каждом заведении проводили около 15 Тойх в месяц. Работали почти 6 тысяч человек. Были задействованы свыше 500 других организаций. Вот, например, зимний период отопления есть. На отопление больше попадаем. Шеф-поваров, коллекционных проваров надо содержать. То есть мы их сейчас целый год выплачиваем компенсации на время прословия. Пустующие из-за карантина залы торжеств местные власти предложили использовать под учреждения образования. Сделать из них школы. В зданиях тех, кто решился, теперь вместо тостов звучит школьный звонок. Но менять сферу деятельности готовы не все. Бизнесмены обещают строго соблюдать санитарные нормы, лишь бы разрешили работать. Но даже самые скромные залы торжеств в Шемкенте рассчитаны на 200 гостей. А в некоторых посадочных мест больше тысячи. Поэтому санврачи заявляют, что дать праздникам добро пока не планируют. Большие здания, более 50 мест все они. И, соответственно, скапливается очень большое количество населения. На Тойи, Беташары, Кудалыки. И все эти мероприятия в данное время запрещены. Тем временем, мониторинговые группы почти ежедневно фиксируют нарушители карантина. Жители Шемкента продолжают тайно устраивать пышные свадьбы, юбилеи и поминки. Катерина Попкова, Нурмахан Бекмуратов, Шемкент, Хабар, 24. Между тем, уровень заболеваемости коронавирусом в Казахстане вновь демонстрирует рост. За сутки в стране выявили 753 новых случаев заражения. Самая высокая выявляемость в Алматы плюс 93. Также в антилидерах находятся Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Кустанайская области и столица. Общее число инфицированных в республике приближается к 210 тысячам. Вы смотрите утреннюю информационную программу. Впереди новости спорта. Кошачьи дерби. Борис и Акбарс. На двоих забросили 7 шайб. Лацо, Бавария, Атлетико, Челси. Чем закончились центральные матчи 1-8 финала Лиги Чемпионов? Спорту все возрасты покорные. 81-летняя жительница Германии стала звездой ТикТока. КОНЕЦ КОНЕЦ На востоке Казахстана начинается опасный период. С наступлением тепла лед становится очень тонким. В этом году известно уже о четырех случаях, когда в реке оказывались машины. Поэтому зимняя рыбалка может стоить жизни. Но еще больше рискуют дети, которые выходят прокатиться на коньках. Чем чреваты такие развлечения показали спасатели региона? В специальных учениях приняла участие Анна Лисенбердина. В районе речного Огана на реке Артыш плывет Ждино. На ней находится ребенок. Срочно оказать помощь. Ребенок на льдине. Такой сигнал только что поступил сотрудникам спасательного отряда. На сборы 45 секунд. От скорости зависят жизни. По легенде учений школьник гулял у реки и не заметил, как оказался на льдине. Замерзшую глыбу оторвало от берега и сильным течением унесло к середине водоема. Усложнило ситуацию то, что подросток не удержался на поверхности. В лодке сейчас настоящий профессионал. И Сергей Мартьянов спасатель с более чем 40-летним стажем. Делится каждую весну, вызволяет сальдин по несколько детей. На его счету сотни спасенных жизней. В итоге, чтобы спасти пострадавшего, спасателям понадобилось 10 минут. Но тут все зависит от того места, где человек оказался на льдине. Выезжаем в течение двух минут. Если фульба, у нас проблемы с сульбой, что там мелко. Если на реке Иртыш, мы быстрее все это делаем. Нужно, естественно, кричать, помогите, помогите, чтобы спасателей вызвали. Ну а лучше всего не надо рисковать жизнью. Не надо баловаться, не ходить по льдинам и кататься на льдинах. Если к пострадавшему на лодке не пробраться, используется вот такая доска. В первую очередь, она обеспечивает безопасность самих спасателей. На тонком льду это приспособление просто необходимо. И помогает вытащить провалившегося с минимумом риска. Часто используется приспособление рыбаков. В регионе 84 места подлёдной рыбалки. Наиболее опасное и наиболее, где массово люди скапливаются, это, получается, Кокпектинский район, это Бухтарминское водохранилище. В районе как раз между Курчумом и Самаркой. Именно в этих местах и сконцентрируется наибольшее подразделение личного состава нашей, которое проводит там профилактические мероприятия. Спасатели отмечают, если оказался на льду, нужно знать его толщину. 10 сантиметров достаточно, чтобы выдержать человека. А для машины нужно уже как минимум 30 сантиметров. Но главное, если есть возможность, на лёд просто не выходить. Анна Лисенбердин, Жигарь Бабаканов, Усть-Каменогорск, Хабар, 24. 81-летняя жительница Германии стала звездой ТикТока. Эрика Ришко из города Лангерфельд покорила тинейджеров своей безупречной физической формой. Фитнес-бабушка, как прозвали пожилую женщину, виртуозно выполняет упражнения, а также учит своего супруга популярным в сети танцевальным движением. Каждый день она получает десятки восторженных откликов и комплиментов. А своей активностью она собрала уже более двух миллионов лайков и вдохновляет своих подписчиков на занятия спортом. Это просто супер! Я никогда не была так уверена в себе, как сейчас. И эта уверенность дала мне вдохновение снимать больше видео для ТикТок. А когда молодые люди пишут и спрашивают, как это у меня получается, это ещё больше мотивирует меня. В Павлодаре в канун 30-летия независимости Казахстана стартовал чемпионат страны по лыжным гонкам среди юношей и девушек. Спортсмены из 10 регионов борются за место в сборной. Им предстоит преодолеть 3- и 5-километровую дистанцию. Отмечу, на чемпионате мира, который пройдёт уже в конце февраля в Германии, в качестве членов национальной сборной выступят павлодарцы Анна Шевченко, Ирина Быкова и Дарья Решко. Проведение соревнований стало возможным после того, как регион перешёл в жёлтую зону. Организаторы подчёркивают, чемпионат проходит с соблюдением всех санитарных норм. По итогам этих соревнований комплектуются составы сборной команды среди юношей всех возрастов как раз. Но самое главное соревнование среди юниоров и молодёжи, чемпионат мира, он прошёл уже, он закончился в Финляндии, в Уакате проходил. Вот это и есть смена, которая будет расти, которая будет потом попадать в молодёжные, в юниорские, в юношеские составы сборной команды, тренироваться в составе сборной национальной команды и выступать, защищать честь наших соревнований на юниорских и молодёжных. Ну а сейчас к другому искусству. Несмотря на пандемию и ограничения, казахстанский балет продолжает жить. Прославленная балерина Алтыная Салмуратова представила новые галлопрограммы. Основной акцент был сделан на молодых солистах. Культ вояж на Хабар-З4. Музыка. Прославленная балерина, художественный руководитель балетной труппы Астана-опера Алтыная Салмуратова представила новые галлопрограммы. Вечера балетного искусства прошли на сцене Большого зала. Они познакомили столичную публику с классическими номерами и шедеврами мировой современной хореографии. Основной акцент Алтыная Салмуратова сделала на молодых солистах. Так, трио из балета «Фея кукол» представили дебютанты Нурай Нурсафина, Диас Курмангазы и Жан-Серик Ахметов. А в роли Фригии из балета «Спартак» дебютировала подающая Большие надежды юная солистка Шугла Адибхан. Фригия очень близка мне по духу, по образу. Как мы знаем, балет «Спартак» он очень тяжелый и в физическом характере, но и в актерской игре. Получается, здесь очень важно передать чувства, переживания, чувства любви, показать нежность. И я считаю, что для меня это очень важная, значимая роль. В этот же вечер Анастасия Заклинская и Олжа Старланов впервые вышли на сцену в ПДД из балета Чайковского «Спящая красавица». А прима-балерина столичной труппы Агири Мбекитаева дебютировала в ПДД из балета «Дриго» «Талисман» в паре с премьером Бахтияром Адамжаном. Этот блок ярких и запоминающихся галопрограмм в Театре Астана-Опера будет длиться до завершения сезона. В Национальном музее открылась персональная выставка Тулебека Мукашева. Государственный и политический деятель Казахстана, обладатель орденов Парасат и Борест третьей степени, известный художник представил произведения, посвященные темам родного края, национальной истории и культуры. Его работы объединились в обширную экспозицию под названием «Дорога в детство». Основной темой живописных и графических полотен художника является природа, а именно природа родного края ЖИТЭСУ. Не знаю почему, это мое бесконечное восхищение, бесконечная любовь к природе, родному краю, где вырос, где рос, где становился. Это земля наших предков. Поэтому я в своих картинах как-то не получается изображать домостроения, другие уже сооружения современные. А именно детство связано с самое прекрасное время нашей жизни, и оно всегда чистое, как самая божественная природа. Как представитель традиционной школы живописи, автор придерживается реалистического направления в творчестве. Экспозиция включила в себя около 50 живописных и графических произведений художника. В Алматы в театре Жасахна состоялся показ спектакля «Теория нитки. Звериные истории» по пьесе американского драматурга Дона Нигру. Действие состоит из 10 монологов, каждый из которых раскрывает заключенные в образы животных множественные тайны человеческой души. Прочитав эту пьесу, я первым делом взял себе роль утконоса. Это образ очень близок мне по душе, потому что иногда я себя чувствую утконосом в плане того, что утконос — он белая ворона среди всех. И он жалуется на свою внешность, он выделяется среди всех. Мы через животных выводим проблемы общечеловеческие. Семейная жизнь, страх одиночества, отсутствие любви, желание власти и стремление к мечте. Трагичность и безысходность происходящего демонстрируют мотив слепого стремления к не тем идеалам, а также обнажает глубокие переживания и эмоции актеров. Премьера спектакля состоялась в 2017 году, а в 2018 он был показан в Санкт-Петербурге на фестивале «Арта Крайна» и по сей день пользуется большой любовью и популярностью у зрителей. А сейчас мы расскажем вам о событиях ближайших дней. 27 февраля в Театре драмы имени Уэзова пройдет премьера спектакля «Туганкун». 27 февраля артисты Театра «Астана-Опера» представят публике постановку «Кармен». 27 и 28 февраля вечер одноактных балетов пройдет в Театре «Астана-Балет». В Японии зафиксировали самую низкую рождаемость за всю историю учета статистики. По данным агентства Киода, в прошлом году в стране родилось чуть больше 872 тысяч детей. Это почти на 26 тысяч новорожденных меньше, чем в 2019. При этом специалисты отмечают, что говорить о влиянии пандемии на численность населения пока рано. В то же время, несмотря на угрозу вируса, снизилась смертность. В 2020 в стране восходящего солнца умерло почти на 10 тысяч человек меньше, чем годом ранее. Это первое снижение количества смертей за 11 лет. Спасли, как говорится, и отпустили. В американском Техасе сотни черепах, спасенных от холода, вновь выпустили в океан. По заверениям ветеринаров, они получили всю необходимую помощь и чувствуют себя прекрасно. Напомню, еще несколько дней назад, когда в штате бушевала снежная буря, волонтеры эвакуировали на берег тысячи особей. Присмыкающиеся буквально застывали от мороза. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Вам хорошего дня. Берегите себя.